Всем привет дорогие друзья! Сегодня не будет реплейчиков, сегодня я поиграю сам. Хочу рассказать вам одну страдку, которую я придумал на стриме, но к сожалению там ролик забаненный, поэтому не получилось его вырезать, чтобы перезалить. Так что я попытаюсь ее провернуть сейчас. Сразу говорю, против меня челик FatCap, какой-то видимо FatCap только FatCap, не знаю. В общем он сказал, что он новичок, типа играть не умеет, поэтому тут не будет какой-то интересной игры скорее всего, поэтому попытаемся сделать из этого такой своеобразный гайд. Итак, Лориан без лучников. Стартуем мы с двух малорнов и казармы, потому что у Лориана не нужны рабочие для боевых зданий, а значит мы можем позволить себе еще две достроить, пока строится казарма. В начале мы будем играть в мечников, копейщиков и как можно быстрее выйдем в халдера. Халдер это наша единственная лидерка в начале, она нам очень сильно нужна, плюс халдер нам дает сплэш урон, коева у Лориана очень мало. Конницы у нас нет, у нас только есть дорогущие конные лучники. Ну они может быть и не дорогущие, но выход в них дорогущий, поэтому в начале в них стартовать не очень выгодно. Так как Челик сказал, что он нуб, будем его уважать, не будем рашить, попытаемся крипить, дадим ему фору. К тому же стратка не такая уж и сложная, чтобы ее законтрить, но она довольно-таки веселая. И если она у вас выгорит, то это позволит вам довольно-таки быстро закончить матч, потому что Лориан обычно играет от дефа. Лично для меня это не очень весело, и плюс еще и у него проблемы с окончанием матча. То есть, например, обычно такое может быть, что вот Лориан как бы отбился от какой-то атаки, но контр-атаковать он может только Сентом. То есть он слишком сильно к этому привязан. Абилки пока не выбираем, хоть и очень заманчиво взять Ворчант, чтобы Жирнича забрать. Но нам нужно обязательно знать, против кого мы играем. Минус, черт возьми. О, кое-кто затупил. Играем мы против Мордора, значит мы можем брать Ворчант. Нам не нужны подарки. Абсолютно ни для чего, не нужны подарки, кстати. И копим халдера. На халдера, точнее. Ну, сейчас забираем деньги. Нормально как раз. Нам не нужны Румил и Орафин. Пока что, хотя, теоретически, против его героев, типа Назгулей, это должно помочь, потому что у них низкий запас брони. И плюс еще и ко всему, нам очень выгодно играть в эту стратку против Мордора, потому что нам практически не нужны копейщики. А значит мы сильно экономим, и у нас будет больше мечей, которые как бы самые сильные. Но, с другой стороны, Мордору легче законтрить эту стратку, просто спамом, коего мы очень сильно боимся, потому что у мечников мало брони. Так вот, в чем заключается суть этой стратки? Суть в том, что у нас как бы... Ну, почему вообще никто за Лориен не играет в мечников? Секунду. Где ты? Сюда иди. Потому что нет лидерок на броню, и сам запас брони очень низкий. Но мы можем это компенсировать певицами. И суть тактики заключается банально в том, чтобы как можно быстрее построить певицу. Да, пока мы сражаемся возле наших зданий, хотя бы Малорнов или Казарм, то мы получаем бонус брони. Это для нас очень хорошо. Это позволит нам подольше пожить. Но вот когда здание рухнуло, мы начинаем, что называется, сосать бибу. Поэтому надо валить. Он стартанул, по всей видимости, с нескольких казарм. Возможно, даже с трех. Слишком много у него челиков. Поставим сейчас на фланге казарму, когда рабочий достроит. И спасайся, братишка. Не такой уж он и нуб, на самом деле. А, минус. Да. Нужно больше всего. Так. Давайте вторую. Спрячем его. Поставим казарму снизу. Очень жаль, что мы потеряли раба. Прям невероятно печально. Так. У нас есть певица. Но у нас погибли мечники. Это нехорошо. Прорезаем эту штуку. Начнем хилиться и пойдем в бой. Построим еще одну. Нам надо много певиц. Пусть они пока что зафокусят это здание. Я не против. Мы скоро прокачаем уровень и у нас будет станчик. Это опять-таки поможет. Как минимум сейчас. Так. Отходим. Еще одну певицу сюда. Оу. Вот этот поворот. Значит нам понадобятся братки. Раз уж я хотел играть без... Без лучников. Так. Хилочку. Сюда. Замечательно. Так как он прилетел, то он не сможет улететь. Как бы логика. А значит мы этим воспользуемся. Нужно пытаться какие-то контратаки проводить. Потому что... Что-то мы начали уж сильно огребать. Ну, может быть и не сильно, но все-таки нельзя постоянно дефаться. К счастью у нас... Теперь уже армия большая. Теперь уже армия большая. После чего мы сделаем апгрейды, чтобы переходить в варденов. Сейчас будет рабочий. Отстроим то, что мы потеряли на базе. Так, этих певиц сюда. Минутку. Вот это надо в тыл спрятать. Одну певицу держим здесь. Вторая будет у нас как резерв. И всю эту пачку сюда. Все замечательно. Попал, кажись. Отлично. Произываем вторую хилку. Пока они там стоят в стане, мы тут восстановимся. Строим копья. Сюда мы уйти не можем, потому что здесь крип дикарей. То есть, ну, они там заагрятся просто. Выберем призыв. Он нам поможет против троллей. Или против тролля, как минимум. Делаем вот это. Строим варденов. Грейдим союз с лихолесьем. Нам не помешает трандуил. Вот самое прикольное, что под эту стратку нужен не леголас, как обычно. Ну, точнее, не то, что как обычно, но если кто-то выходит в лихолесье, то обычно выходит в леголаса. Вот почему он так быстро нас штурмует. У него казармы на меду. Неплохой ход, но очень дерзкий. То есть, после их сноса ему будет сложно сражаться. Так, у нас предел населения полностью забит, а значит, мы можем потратить дополнительные средства на апгрейды. Нам нужны мечи. Посылаем варденов сюда. Отходим. Так, у нас есть все флаги. Флаги для Лорина очень хороши, потому что хилочка. Да и в целом, дорогие юниты много профита получают от флагов. Ну, все юниты в целом получают много профита от флагов, но вот для Лорина это прям очень классно. Так, давайте загрейдимся. Строим Лихолесье. Да, я не договорил для чего. Нам нужен Трандуэл. Трандуэл в перспективе даст нам лес. Лес очень хорош. Лес дает нам броню. У нас мало брони. У нас единственная лидерка на броню от Килиборна. Который, ну как бы герой хороший. И лидерка хорошая, аж 50%. Но он очень дорогой. Хотя я не помню, на самом деле вроде как кирдан есть в таверне. Если это так, то у нас есть более доступная лидерка. Но я что-то как-то в этом сильно сомневаюсь. На самом деле, давно не строил кирдана. Почему варды на ней передвигаются туда, куда их просил двигаться? Да, из Лихолестия если бы мы несли какие-то потери сейчас, ну, например, если бы мы играли не против Мордора, а против другой фракции, нам надо было бы больше копейщиков, то у нас как бы армия была бы слабее, верно? Соответственно, мы бы несли больше потерь. И в таком случае у нас был бы предел населения сейчас. Ну, в общем, везде можно найти какие-то плюсы. сюда пошли. В этом случае мы бы строили вот этих вот челиков вместо мечников. То есть, мы бы комбинировали варденов и аварий. Говорит, вот я дальше хз как играть. Ну, я не знаю, что тут можно посоветовать, увы. Особенно, если я как бы противником являюсь челиком. Ну, неважно. Так вот, да, мы бы делали микс варденов и аварий. Старались бы с собой тащить рабочего, чтобы подстраивать во время сражения здание. Это позволило бы нам активировать бонус варденов, ну, хранителей варденов, если что. Я просто привык к английскому переводу. Посмотрим. Да, есть кирдан. Это халявная по сути лидерка, потому что он на третьем уровне ее дает и до нее легче дожить намного, чем до килиборна. Так вот, вардены получают бонус брони дополнительный возле своих зданий. Соответственно, они становятся очень толстыми. Плюс их плохо задавить получается. То есть, их можно давить, если этот скилл на кд, который дает иммунитет к давке, разумеется. Качаться решил. Ну, как бы, ладно, пусть качается. Так, хилочку. Оп, отходим. Сейчас подойдет к нам кирдан и можем попытаться заканчивать игру. Ну, не очень-то показательно, потому что я ничего не делал, но, как бы, зато в целях кайда. Больше информации получилось рассказать. В целом, кстати, я что-то не думал сначала про кирдана, ведь от него нам теоретически больше профита, ведь он нам, пусть он дает меньше брони, зато он дает броню и урон. Плюс сразу же антистрах. Для этой стратки это довольно-таки выгодно. То есть можно скипнуть вообще Трандуила. Ну, Трандуил, короче, берется до кучи. Вначале он нам ничего не дает, но если мы его в лейте докачаем до 10 уровня, то этот скилл просто незаменим. То есть это 50% брони, хилка, невидимость. И плюс, так как это обилка, а не лидерка, то это стачится с броней от Килиборна. Прибавляем сюда еще и броню от Кирдана и броню бонусную от зданий для тех же Варденов. Ну, или просто для всех челиков, которые у нас тут есть. И мы получаем, черт возьми, огромный запас брони. Так, пошли попытаемся принести. убьем тролля. Никогда не строите тролля против Лориена. Даже если Лориен страдает фигней и играет в одну пехоту. Я кликнуть не могу. Да, ладно тебе. все, минус крепость. Хотя он там что-то тоже пытается да ладно. Вот это поворот. Я даже не уверен, что мне делать в этой ситуации. Ну, хотя даже если мы крепость потеряем, то как бы какая разница. это не действует мумака. Но он промахнулся. Давайте пацаны сносить, сносить, спасайте. Минус крепость. Но у нас есть рабочий как бы. Так, и мы можем теоретически предположить, что он построил здание внизу. Так, значит сейчас уходим сюда. да, вот она казарма. Вот это любопытный разменчик получился. Кто бы мог подумать. Мумак затащит. У нас достаточно денег. Подстроим тут всякие казармы. И вот его последнее здание. чисто теоретически. Нет. Нет. А, вот еще. Окей. Надо вышки здесь штампануть. Ну, хотя, да, это последнее. То есть, даже если бы у меня здесь не было казармы, он бы не снес. Я бы тут отстраивал до бесконечности. Но неплохая попытка. Скажу я вам, отдаю должное. Я оценил. Я даже не думал. Он довольно-таки неплохо прокачался. видимо в начале нас носим их зданий. Что ж, до Макила дошло. Вот такая страдка. Надеюсь, она принесет вам победы. Всем спасибо за внимание. До встречи. Субтитры